Лупленый бачок Думаете, все зайцы одинаковые? Все трусы? Нет, зайцы тоже разные бывают. Спросите вот моего сынишку, какого мы раз поймали скандалиста. Мы были на охоте в лесу, втроем. Сынишка, я и Джим. Джим – это собачка наша. Коротконожка, уши до земли, хвостик куцый. Замечательная охотничья собачка, хоть и старенькая. Всякую дичь разыщет, на крыло поднимет, а подстреленную поймает, схватит и осторожно, не помяв ни перышко, подаст прямо в руки. Необыкновенно умный и добрый у нас Джим. С другими собаками не дерется, никого никогда не кусает. Всем знакомым людям при встрече хвостиком часто-часто машет и, знаете так, по-собачьи, приветливо губами улыбается. На охоте мы были сухой осенью. Уже лист с деревьев падал, а дождей больших еще не было. В это время охотиться в лесу всего трудней. Высохший лист гремит под ногами. Дичь тебя далеко слышит и видит сквозь проредевший кустарник. И, не подпустив, улетает. Вдруг слышу, Джим залаял, залаял в кустах и вдруг замолк. Ну, кого это он, думаю, и приготовился стрелять. Но оттуда из кустов никто не вылетел. А сынишка уже там и кричит не из кустов. Папа, папа, беги скорее, кого Джим-то в плен взял. Я к ним и вижу, Джим лежит в растяжку на земле, а передними лапами зайчонка прижал к листьям и держит его. Зайчонок верещит отчаянно. Джим хвостиком часто-часто виляет, а сынишка мой стоит над ними и не знает, что ему делать. Я подошел, взял зайчонку у Джима. Держу зайчонка двумя пальцами за шиворот. Он еще пуще верещит и лапками от меня отбивается. Сынишка говорит, это он на тебя сердится, кричит, как ты смеешь меня такого маленького обижать. И вправду похоже было, что зайчонок что-то кричал. А Джим на задние лапы встал, передними мне в колени уперся и лижет зайчонка, успокаивает его. Что значит, не бойся, не таковские мои, ничего плохого тебе не сделаем. Тут вдруг сынишка говорит, смотри, папа, у него левый бок лупленый. Смотрю, на левом боку у зайчонка-плешенка. Шерсть содрана, голая кожа, впитак кружок. Эге, говорю, да ведь это мне знакомый зайчишка. Он от дяди Сережи сбежал. Полезай-ка, дружок, в карман. Осторожно его под пузичко перехватил и сунул в свою охотничью куртку, в спинной карман. Такой у меня карман есть в куртке. Во всю спину, а по бокам пуговицы. Очень удобно в нем стрелянную дичь носить и всякую-всячину, что бывает на охоте, попадается. Зайчонку там темно, тепло, он притих. И сразу мы домой пошли. По дороге мне пришлось, конечно, все подробно рассказать сынишке, откуда я этого зайчонка знаю и отчего у него бочок лупленый. Дядя Сережа, приятель мой, тоже охотник, живет на краю деревни у самого леса. Зайчонку он поймал недели три назад, совсем еще крошкой, у себя в саду под кустом смородины. Этот зайчонок из лесопадничков. У зайчих первые зайчата родятся весной, когда еще снег корочкой, наст. И называются они настовичками. А последние в году родятся осенью, когда уж лист с деревьев начинает падать. Их охотники так и зовут листопадничками. Дядя Сережа этому зайчонку очень обрадовался. И вот почему. У него, у дяди Сережи, не так давно ощенилась дворовая собака по кличке Клеопарда. Щенят всех он еще раньше знакомым своим их обещал. А как их у матери отнимешь? И без того злющая Клеопарда совсем с ума сойдет. На всех начнет кидаться. Дядя Сережа и придумал зайчонка ей вместо щенят подложить, чтобы не скучала, не лютовала. Так и сделал. Щенята в ямке сидели. Он их оттуда взял, когда матери не было. А на их место зайчонка положил. К Клеопарда пришла? Щенят нет. А сидит в ящике малая зверюшка. И ее собачьим запахом пахнет. В ящике-то все с ее запахом. Она и не тронула зайчонка. Своим признала. Утешилась им. Кости стала ему таскать лучшие куски мяса. От такой пищи зайчонок живо бы ножки протянул. Да дядя Сережа кормил его молоком и капустой. Так и не научила Клеопарда своего приемуша кощи кладать, да мясо есть. Ее собачью пищу. Зато научила его собачьей храбрости. Клеопарда была отличным сторожем. И к хозяйскому дому никого не подпускала. Ни чужого человека, ни собак. С таким злобным видом вылетала им навстречу, что редкая собака не подожмет хвоста и не пустится на утек, не дожидаясь, пока эта серая злюка сшибет с ног. Ростом она была с волчицу. Зайчонок взрослел быстро. Зайчище своих детей двух недель не кормит. По заячьему двухнедельный зайчонок уже большим считается. И должен сам себя разные вкусные травки разыскивать и прятаться от собак. Этот зайчонок, хоть еще махонький, живо из ящика выскочил и бегал по всему двору за своей названной матерью. И во всем ей, как обезьянка, подражал. Клеопарда с места, и он за ней. Она на собаку, и он тоже. Она куснет, и он старается куснуть собаку. А зубы у него передние. Видели зайцев? Длинные, острые, ветки перегрызают. Как куснет, из собаки шерсть летит. Собаке не до него. Только бы от Клеопарда отбиться. Он, зайчонок, и потерял всякий страх перед собаками. Как где увидит, так и несется навстречу кусаться. Храбрее волчонка стал. Соседские собаки все его боялись. Да вот раз забрел на двор к дяде Сереже какой-то дальний щенок, который ни Клеопарда не знал, ни храброго ее сынишку. К Клеопарда тут не случилось поблизости, а зайчонок ее, напившись молочка, спал на сене под ящиком. Щенок подбежал к ящику, зайчишка, и кинулся на него. Собака, конечно, не то что заяц. Если по заячьи двухнедельный зайчонок уже большим считается, то у трехнедельной собачонки еще только глаза прорезаются. Она и в три месяца считается с щенком. Этому щенку месяца четыре уже стукнуло от роду. А он был еще совсем глупый. Очень хотелось ему зайца поймать. А как за дело взяться с толком, он не знал. Не приходилось ему еще на охоте бывать. Он прыгнул на зайчонка, и хватит его зубами за бочок. Надо бы за шиворот или еще как. А он за бок. Ну, конечно, шерсти клок выдрал порядочный. Плешенку на боку сделал, а удержать не смог. Зайчонок как вскочит, как махнет в перепугу через ящик. Только его щенок и видел. А тут еще клеопарда прибежала. Пришло щенку поскорее убираться со двора по добру, по здорову. Клеопарда своему зайчонку рану залезала. Известно, ведь собачий язык лучше всякого лекарства раны залечивает превосходно. Но зайчонок после этого случая жить на дворе у дяди Сережи больше не захотел. Ночью пролез сквозь забор и в лес. Да вот трех дней не прошло, Джим наш в лесу его и поймал. Сынишка рассказал, рассказ мой выслушал, и губы надул, чуть не плачет. Ну вот, говорит, ты его, значит, дяди Сережи несешь? А я думала, он у нас поживет. Ну что ж, говорю, сегодня ты уж, конечно, у нас переночует. А завтра сходим к дяде Сереже попросим. Если ему не надо, может и уступит нам. Мы пришли домой, и я выпустил зайчонка на пол. Он сразу в угол под лавку и спрятался там. Сынишка налил ему блюдечко молока, зовет его. Лупленый бочок, лупленый бочок, иди молочко пить. Сладкое! Зайчонок не выходит. Сынишка полез за ним под лавку, схватил его, зашиворот вытащил. Зайчонок верещит, задними лапами дрыгает. Глупенький, мы же люди, объясняет ему сынишка. Мы тебя не обидим. А зайчонок изловчился и цап его зубами за палец. Так уснул, что даже кровь пошла. Сынишка вскрикнул, выпустил его. Зайчонок опять под лавку. Тут наш котенок. У нас еще котенок тогда был, ростом поменьше зайчонка. Подбежал к блюдечку и начал лакать из него молоко. Лупленый бочок как выскочит, как кинется на него, как куснет. Котенок птицы от него на печку взвился. Сынишка сквозь слезы улыбается. Вот так заяц! Мы поужинали, и Джим первый улегся спать на свое место. У него свой матрасик в углу. Джим очень устал. Ведь целый день по лесу бегал, дичь искал старичок. Смотрит, лупленый бочок к нему ковыляет. Сел на задние лапы. А передние вдруг как забарабанит по Джиму. Джим вскочил и, ворчая и оборачиваясь, ушел под лавку. Не драться же с маленьким. Да все-таки обидно свою постель такому уступать. А лупленый бочок преспокойно себе улегся на его матрасике. Переспали мы ночь. Утром встаем. Джим так и спит под лавкой на голом полу. А котенок все на печке сидит. Слезать боится. Я санишка спрашиваю. Ну что ж, пойдем к дяде Сереже зайчонка себе просить. Сынишка посмотрел на котенка, на Джима, на свой завязанный палец и говорит. Знаешь что, пойдем лучше отнесем зайчонка дяде Сереже, но совсем. Так мы и сделали. Ну как, в самом деле, такого скандалиста дома держать? Со всеми дерется. Уж на что добряк Джим? И с ним не ужился. Отнесли мы зайчонка дяде Сереже. А он говорит. Мне тоже такого не надо. Тащите его, откуда взяли. Пришлось в лес нести. Там выпустили. Зайчонок прыг, прыгай в кусты. Даже до свидания не сказал. Вот какие зайцы бывают.